всем добрый день вы на канале славик 65 с вами я клима вячеслав город киев украина я рад вас всех видеть на своем канале и сегодня речь пойдет о том как вот эту двухместную палатку солево микро запихать вот этот маленький маленький компрессионный мешок в прошлом видео я уже вам рассказывал об этом компрессионном мешке это компрессионный мешок 10-литровой фирмы sito summit и он предназначался исключительно для вот это двухместной палатки я его специально покупал для того чтобы уменьшить объем этой палатки в путешествии в велопутешествии украина грузия в которой я собираюсь в апреле 2020 года и чтобы у меня было больше места моих велосумках давайте в общем-то попробуем теперь это сделать да сейчас положу мешок собственно говоря уважаемые зрители вот эта палатка солево микро моя не новая палатка она у меня уже где-то года четыре палатка прошла крым-рым и медные трубы как говорят ломались кости здесь кости уже не родные менялась молния она подшивалась но тем не менее она отлично выполняет свои функции она очень удобно в сборке она не промокает и в следующем видео у меня будет достаточно подробный рассказ про палатки и собственно говоря эта тема настолько больная для меня в кавычках и в общем то важно что ей обязательно нужно уделить время но сейчас разговор идет немножко не об этом вот смотрите это родная упаковка солево микро здесь сейчас без костей находится тент и находится внутряжка как ее сжать посмотрите какой объем здесь есть вот такие вот стяжки но они абсолютно не помогают и вы никак эту палатку не сожмете да не только эту вы другую палатку тоже не сожмете ну как ее сжать то есть это надо либо самому что-то мутить вот шить колхозить ну я вам скажу что по моему опыту у меня есть пару таких компрессионных ремней которые я дома сшил они функцию выполняют но не на сто процентов не получается то есть вы все равно ее толком не сожмете без компрессионного мешка никак ну а теперь давайте вот вы запомнили да примерно сейчас посмотрите запомнили объем а теперь давайте положим эту палатку в компрессионный мешок и посмотрим что получилось и сравним я буду вести эту палатку без родного мешка без упаковки кстати вот эту упаковку ее можно использовать для каких-то других вещей давайте достанем палатку и положим в сторону упаковку вот сейчас вы видите внутряшка и тент палатки как правило кости я везу отдельно потому что это намного удобнее и теперь давайте попробуем объем вы помните который был берем компрессионный мешок с ситусами 10 литров 10 литров и пробуем впихнуть невпихуемое да как говорят поехали и 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 так мы с вами положили тент и нутряшку в компрессионный мешок вот как это выглядит вне компрессии но даже уже сейчас размер ощутимо меньше нежели он был в родной упаковке а теперь давайте скомпрессируем это дело скомпрессируем это дело и и вот мы с вами оттянули крышечку такую сверху и теперь поочеренна движениями не сразу затягивать нужно не одну савсидури и потом савсидури и попеременно. Сначала одну с одной стороны, потом противоположную и в это время, когда натягиваем, слегка прижимаем вниз. Тоже не со всей дури. Поехали. Теперь противоположную. Теперь эту и противоположную. Поправляем крышку и поехали заново. Придавливаем и натягиваем. Еще раз придавливаем противоположную и натягиваем. Ну, мне кажется, хватит, дабы не мучить как и что называется, животинку. Ну вот, уважаемые зрители, получился вот такой бочоночек. Удобный, эргономичный. И, в общем-то, по объему он реально на одну треть меньше, чем объем палатки, который вы видели до того. можно еще, если так сильно надавить, можно еще как бы сжать. Но, мне кажется, не стоит дело доводить до абсурда. Вот такой размер палатки, он наиболее оптимален, удобен. И, посмотрите, эта штука уже вмещается, ну, фактически, в любой велобаул, например. А что еще удобно, если, например, велобаул по длине, чуть длиннее, например, то можно не стягивать, а, например, сделать так, чтобы он будет чуть-чуть уже по ширине, но немножечко длиннее. И тогда палатка, например, четко войдет по размеру велобаула. Ну и ручка, как я говорил, помните, в прошлом видео, то есть удобно переносить. Вот. Ну, в общем, я доволен. Ну что, уважаемые зрители, в общем, вы посмотрели, что такое компрессионный мешок C2 Summit в действии. Пока я рекомендую его, посмотрим, как он в дальнейшем себя будет вести, пока мне все нравится. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и желаю вам всего самого-самого хорошего. До свидания.